Интернет Каждые три месяца у меня появляется ощущение, что у меня так грустно и одиноко, так хочется тепла и ласки. Я захожу на Тиндер, но каждый раз я попадаю в одну и ту же передрягу. Это кринжовые свидания, где мне попадаются очень странные экземпляры мужчин, которые говорят о себе в третьем лице. В топ-приложение для онлайн-знакомств входят Мамба, Тиндер и бот Леонардо Дайвинчик. И хотя спрос на них с каждым днем растет, накануне стало известно, что американская компания Match Group вместе со своим приложением Тиндер покидает российских пользователей. Стоит отметить, что сервис на протяжении долгих лет лидировал в различных рейтингах. Так, в 2021 году он обогнал другие приложения по показателю уровня расходов пользователей. Теперь, когда Тиндер объявил о своем уходе, кажется, пришло время искать альтернативы, переходить на другие сервисы или, к примеру, знакомиться с людьми вживую. Я считаю, что самое хорошее знакомство – это общение с спортивной деятельностью, на соревнованиях, выступления. Там очень много спортсменов друг друга знакомятся. Во-первых, они здоровый образ жизни ведут, и из-за этого здоровое поколение растет. Я не пользуюсь приложениями для знакомств, потому что я вообще не люблю знакомиться в интернете. Для меня это как-то странно, что ты не знаешь человека, и он тебя зовет гулять. Другой какой-то вообще маньяк и так далее. Поэтому я предпочитаю знакомство вживую, в компании знакомиться, либо через друзей как-то. С одной стороны, знакомство в интернете вроде как облегчает весь процесс, расширяет возможности в плане знакомства с людьми из других городов или даже стран. С другой может стать источником серьезного риска. Замазкой интернет знакомого может казаться совершенно другой человек. Эксперты призывают серьезнее относиться к вопросам безопасности. Если раньше казалось, что мошенничество через сайты знакомств – история, на которую никто и никогда не клюнет, сейчас всем совершенно ясно, что шутить с этим опасно. В ловушку может угодить кто угодно. Самый яркий тому пример – история афериста из Тиндера Саймона Ливаева. Напомним, мошенник из Израиля обманом выудил из своих жертв более 10 миллионов долларов. Очень часто соцсети дают возможность позиционировать некий образ себя, не показывая своего нутра, живого. То есть это опять же дает возможность взять паузу, например, изменить свой возраст, изменить свою внешность, то есть дать ту информацию, которая выгодно продаваема, то есть сделать ее более продажной. Человек принимает такое решение, потому что, возможно, он не увиден в себе, возможно, он стесняется своего возраста уже. Интересно, что в процессе общения в социальных сетях и на специальных платформах каждый человек вырабатывает для себя стратегию. Переход в реальный мир поначалу может вызвать некоторые сложности, и для адаптации необходимо время. Поэтому наша команда отобрала лучшие рекомендации по знакомству вживую. Скажу так, чем более странный будет первый вопрос какой-то, тем больше шансов зацепить человека. Войти в его зону комфорта, разрушить все границы, и, например, потрогать его бровь. Какую-нибудь хорошую помощь оказать. Короче, когда вы ходите на физру, там рядом есть и женская раздевалка. Он придумал такую вещь. Там рядом есть столы, где игра пинг-понг. Вы берете этот белый мячик и как бы невзначай кидаете прямо в женскую раздевалку. И потом, ой, простите, мой мячик туда закатился, сам закатываешься в раздевалку. А потом сам, ну, он не рассказывал подробностей, что там происходило дальше. Но я больше этого друга, конечно, не видел. Искать любовь в интернете или в реальной жизни – выбор, который каждому необходимо сделать самостоятельно. Конечно, как и в любом жизненном явлении, тут не обойдется без взлетов и падений. Ну а как иначе? Заветный мэч – награда, которую найдет лишь тот, кто не сдается. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.